И как обещали в нашей студии гость Алмазия Шакирова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ассистент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии КГМА. Ну что ж, продолжаем говорить о супах. Алмазия Раисовна, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Итак, супы, не только, да, всё верно. Давайте с самого главного вопроса, суп действительно полезен детям и взрослым? Он обязателен ли? Да, в рационе питания, в меню. Ну, мы должны вспомнить о том, что всё-таки традиция нашего региона всегда включала суп как основное блюдо. И нередко суп являлся и первым, и вторым блюдом. Поэтому эти национальные особенности мы ни в коем случае не должны умилять. Поэтому мы считаем, что всё-таки суп должен быть в рационе. Тем более, что суп – это небольшое количество калорий, при этом чувство сытости. Кроме этого, это очень хороший сокогенный продукт, который способствует выделению сока, желудочного сока, желчи. Поэтому таким образом мы готовим организм к употреблению более тяжёлой пищи. Кроме этого, суп – это ещё и дополнительные микроэлементы. Поэтому однозначно в рационе ребёнка суп должен присутствовать. Ну, не зря. Вот мы вспомним детский сад и школу. В обед обязательно первое должно быть. Обязательно суп. Наверное, не просто так. Ну, вот, кстати, вы заговорили про наши региональные особенности. Вот подтвердите или опровергните эту мысль. У нас принято есть супы. Ну, так скажем, в северной части Европы, в северной части Восточной Европы. Так скажем, средиземноморские страны, Италия, Испания, там практически не встречаются супы. Да, и такая жирная пища. Это потому, что у нас так холодно, и нам нужно согреваться. А там можно не согреваться, в общем-то, и так. Ну, это всё-таки, учитывая национальные традиции, да, то, что ели наши деды и бабушки, всё-таки наш регион, это был всё-таки регион холодный, северный. В основном присутствовало растеневодство и животноводчество, поэтому было мясо всегда, были злаки, был картофель, и поэтому из этого и готовили. Поэтому наш организм к этому адаптирован, и это полностью исключить мы не можем. Кроме этого, мы не можем полностью детей перевести на супы и пюре, как нередко это пытаются сделать, потому что для нас это не совсем привычно. И хочется сказать, что даже дети, которые очень плохо едят, и едят мало, и очень избирательный набор продуктов, они очень любят суп, лапшу, и нередко это бывает одной из любимых их. Да, это выход, универсальный выход из ситуации. Макароны, суп, лапша, это детское всё. Хорошо, ещё одна проблема утренняя, это каша на завтрак. Почему проблема? Ну, для кого-то проблема, мне кажется, примерно пополам делится. Мне кажется, это прекрасно. Половина детей говорит «ммм, вкусно», другая половина «не хочу». Каша – это полезно? Это хорошо? Это правильно? Каша – это полезно, потому что каша содержит углеводы, содержит растительные белки, содержит жиры, которые не во всех продуктах обычного опекода мы можем получить. Кроме этого, каша – это всё-таки калории, которые мы должны получить за утренние часы. То есть 25% нашего рациона должно приходиться на именно утренний приём пищи. Поэтому каша – это здорово. А вот любая каша, какая каша особенно полезна? Вы знаете, всё-таки нужно учитывать вкусовые пристрастия. И рекомендуем чередовать крупы, потому что действительно, как любой продукт, и каша приедается. Поэтому это должен быть разнообразный набор круп, во-первых. Кроме этого, обязательно можно приукрасить это блюдо, да? Можно добавить ягоды, можно добавить сухофрукты, можно добавить орехи. И тем самым каждый день вы будете употреблять уже новую кашу. И обмануть капризную ребёнку можно. А детям туда можно добавить мороженое, пироженое. Ну, об этом скажем. Это потом стимул. Даешь кашу, будет тебе мороженое, пирожное. Ещё один вопрос важный. Вода в течение дня. Сколько нужно пить воды взрослым, детям? Или нужно вообще это пить? Потому что ты говоришь, а может быть и не надо, на самом деле. Ну, вы знаете, когда говорим о детях, всё-таки мы должны учитывать возраст. Ребёнок первого года жизни, особенно ребёнок первых шести месяцев жизни, он всё-таки не нуждается в дополнительной воде, если он находится на грудном вскармливании. За исключением тех ситуаций, когда очень жарко, либо ребёнок заболел, и у него появились какие-то дополнительные траты жидкости. А все остальные ситуации, конечно, требуют дополнительного употребления воды. И это зависит от возраста. Дети дошкольного возраста должны употреблять около полутора литров жидкости в течение дня. А уже школьники, они употребляют примерно то же количество, что и рекомендуем взрослым. Чистой воды или жидкости всё-таки? Компот, соки? Это вот количество, которое я указала, оно включает всю жидкость, которую употребляет ребёнок. То есть сюда включаем и супы, сюда включаются компоты, соки и так далее. Но хочется всё-таки призвать родителей, чтобы они не спешили заменить воду каким-нибудь компотом или соком. Потому что это нередко потом меняет вкусовые ощущения, и нередко дети перестают адекватно питаться. И лишний сахар, да? Конечно. Лишний сахар, он вредит, в общем-то. Ну и раз уж мы заговорили про сахар, есть ещё одна важная ситуация, важный вопрос. Это витамины. Если сахар нам вроде как вредит, ну, если его много. Дополнительные витамины. Дополнительные витамины. Ну, или это в рационе питания можно всё сделать. Вы не забывайте, что витамины – это всё-таки лекарства. И любое лекарство должно иметь свои показания. Поэтому, если ваш ребёнок здоров, если ваш ребёнок питается сбалансированно и рационально, в его рационе есть и кисломолочные продукты, есть овощи, фрукты. Он употребляет зерновые, ест орехи, ест мясо, то зачем дополнительно давать витамины? Ну, бытует мнение просто, что весной авитаминоз, как предупреждает. Но при условии, если ребёнок часто болел, если ребёнок перенёс какие-то тяжёлые инфекции, то да, действительно, в этих ситуациях нужно дополнительно дать те или иные витамины. Но всё-таки стараемся обсуждать с своим лечащим врачом, чтобы он порекомендовал тот или иной лекарственный препарат. Но хочу остановиться и сказать несколько слов о витамине Д, о котором сейчас очень часто говорят. Солнечный. Солнечный витамин. Недостаток солнца, который он исполняет. Да, потому что сейчас очень часто об этом говорят и педиатры, об этом говорят уже и терапевты, и гинекологи, потому что это проблема не только детей первых лет жизни. Это проблема подростков, детей, всё-таки уже женщин фертильного возраста. Поэтому, ну, это, видимо, связано с тем, что мы всё-таки испытываем голод солнечный. А солярий помогает в этой ситуации? Ну, солярий в той или иной степени, да, но солярий никак не может заменить солнце, которое... Так, что делать, как быть? Витамин Д, где добыть его? Где нам взять витамин Д? Ну, в первую очередь надо воспользоваться теми солнечными лучами, которые вот в ближайшее время... Теми редкими. Теми редкими, да. Теми редкими, да. Но очень рассчитывая... Надеемся, что нынешнее лето позволит это. Ну, конечно, мы каждый год это надеемся. Да, потому что в прошлое лето нас, конечно, но... А в еде? В еде где есть витамин Д? Есть во многих продуктах, в том числе есть в рыбе, есть в молочных продуктах, но то количество, которое содержится в продуктах, оно не обеспечивает тот дефицит, который мы испытываем. Поэтому все-таки, если вы чувствуете быструю утомляемость, если ребенок часто болеет, есть выраженная потливость, то в этом случае надо подумать, нет ли здесь проблем именно с этим витамином, и обратиться к доктору, чтобы он адекватно вам подсказал и решил ваши проблемы. И подсказал давать или не давать дополнительный витамин Д. Спасибо большое за советы. Мы все это запомнили, обязательно учтем. Надеемся, что наши телезрители тоже все это запомнят. Ну, а если не запомнят... Да, если не запомните, тогда добро пожаловать к нам на сайт tnv.ru, там есть повторы всех наших программ.